На часах 11, поэтому мы начинаем. Рады вас всех сегодня приветствовать. Для вас в эфире будет работать Юрий Кушин, пресейл-инженер компании Appymatica. Да, и Филин Глубоков, тоже пресейл-компания Appymatica. Недавно мы уже с вами виделись, мы рассказывали про другие интересные моменты, про расширение линейки аксессуаров Ялинк и беспроводной BWD-режим. Собственно, запись вебинара уже есть на нашем сайте, поэтому тоже предлагаем посмотреть, если вы пропустили. Ну а сегодня о чем мы будем с тобой, Кирилл, рассказывать? Да, сегодня мы хотели рассказать и познакомить вас с новыми видеотерминалами, а именно терминалами для совместной работы Ялинк Meeting Board и Ялинк DeskVision. Мы, на самом деле, еще работаем над конечным названием данной линейки, поэтому у нас будет сегодня просьба, в конце вебинара мы запустим опросник и попросим вас выбрать наиболее подходящее название. Или предложить свое, потому что, возможно, предложенные варианты вам, например, не понравятся, там есть третий вариант, можно свои личные предложения, краски вывести и предложить нам, мы будем благодарны. Мы тут спорим, так скажем, внутри даже нашего отдела, как лучше обозвать это устройство. Вот, хотелось бы и ваше мнение в том числе услышать. Да, и еще такая общая новость, наверное, у нас это оборудование, про которое мы сегодня будем рассказывать, оно уже установлено и уже работает в нашем московском демонстрационном зале, и мы планируем серию мероприятий, начиная с последних недель июля и августа весь. У нас будет день открытых дверей, поэтому кому интересно прийти, познакомиться с этим оборудованием вживую, у нас на сайте ipimatic.ru есть новость, и вам надо будет зарегистрироваться. Ну, если вы найдете форму, которую нужно будет заполнить, и, соответственно, в указанные даты прийти, посмотреть, пощупать и послушать живую непосредственно рассказ о этих девайсах. Ну, давайте тогда, наверное, переходить к основной части. Начнем мы с митинг-борд 65 и митинг-борд 86. На самом деле эти две модели, они очень похожи друг на друга, единственное отличие – это в размере экрана. У первой модели 65 дюймов, у второй 86 дюймов. Ну, вот на слайде вы можете посмотреть, как она выглядит. Вообще, EOLINK позиционирует данную модель как устройство «все в одном», но нам кажется, что данный термин использовать не совсем корректно, не совсем точно, потому что, особенно те, кто уже работал с EOLINK, знают то, что у EOLINK есть устройство «все в одном». Это, например, те же терминалы, митинг-i400, митинг-i600. Митинг-борд все-таки это нечто большее. Тут, как минимум, есть большой сенсорный экран. Поэтому мы предлагаем использовать такой термин, как «больше, чем устройство «все в одном»» или «устройство «все в одном» в квадрате». Ну, давайте перейдем непосредственно к начинке данного оборудования. У митинг-борда есть встроенные четыре камера. Это E-PTZ-камера с четырехкратным цифровым зумом. Вот вы можете посмотреть на слайде, она выделена в кружок. Находится данная камера за приватной электронной шторкой. Когда у вас видео не идет, шторка закрыта. Когда видео начинает идти, шторка открывается. Да, шторка, она такая сдвигающаяся. Она едет справа налево, ну или слева направо, когда открывается. И хочу обратить внимание, что вот на слайде видно, там сверху камера есть, явно PTZ. Это дополнительный аксессуар, его по умолчанию в базе поставки нет. Мы именно говорим о вот этой вот небольшой, соответственно, камере, которая вмонтирована в корпус. Да, мы про эти камеры еще чуть позже поподробнее поговорим. Помимо камеры есть встроенный массив микрофонов. Там в сумме получается 16 микрофонов. И самое интересное, что у микрофонов есть подсветка. И при том подсветка выполнена очень интересно. Данная подсветка подсвечивает именно те микрофоны, которые захватывают голос пользователя. То есть если вы стоите немножко левее, то будут подсвечиваться определенные левые микрофоны. Ну, как нам показалось, решение достаточно интересное, и каких-то аналогов мы не видели. Да, это очень наглядно для понимания. То есть, во-первых, камеры, немного забегая вперед, они там умеют наводиться, точнее, встраивенная камера, она умеет наводиться на говорящем, да, и автокадрирование. И помимо визуального отображения, именно, скажем так, на самой экране, вы также по прямому счету подсветки можете увидеть, да, там область человека, ну, с какой стороны говорить. Я даже в начале, когда тестировал, думал, что это у меня просто какие-то проблемы с LED-индикацией, а потом мы действительно обнаружили, что это просто область, так скажем, выделяется. Когда микрофон выключен, там что происходит? Ну, когда мы замьютили, я имею в виду микрофон. Ну, то подсветка горит красным. Ну, то есть она полностью заполняет все пространство. Здесь на фотографиях не очень хорошо видно, но там прям такие, наверное, на четверть верхней панели, такие две области со встроенными микрофонами, и они полностью подсвечиваются. Тут вопрос поступил, может, сразу ответим, не будем далеко убегать. Мощность динамиков и расстояние действия микрофонов. Ну, смотрите, я потому что вот как раз-таки смотрел недавно DataShit, к сожалению, мощности динамиков не указано, как расстояние микрофонов захвата, но мы предполагаем то, что, как и у всех устройств E-Link, радиус захвата микрофонов – это около пяти метров. Да. Мощности динамиков, к сожалению, сейчас не можем сказать, но они по мощности сопоставимы с телевизионными панелями, ну, которые просто есть на рынке. Ну, там 10-20 ватт примерно такой мощности. Само устройство работает на операционной системе Android, и при том эта операционная система наполовину закрыта, то есть тут нету Google Маркета, вы не сможете установить абсолютно любые приложения, нету Google сервисов, но есть возможность устанавливать приложения через APK-файлы. Мы это тестировали, это работает, в принципе, хорошо. Но если по какой-то причине вам не подходит Android, то у митинг-борда есть слот коды OPS, и E-Link будут продавать OPS-модули на операционной системе Windows. Вот. Помимо всего этого, есть встроенная белая доска для совместной работы. Мы про это еще поговорим чуть позже. И из возможных платформ для видеосвязи, это, во-первых, конечно, поддержка CIP и H3.2.3 протоколов, есть своя собственная оболочка под Microsoft Teams и Zoom. Тут, конечно, есть небольшие нюансы, но мы также про это... Подожди, ты, может быть, тебя пропустил, а какое все-таки разрешение у самой панели, у самого экрана? Ну, сам экран поддерживает разрешение 4К. Что 65 дюймов, что 86 дюймов. Вот. И, насколько я пользовался и знаю, он же сенсорный, то есть мы можем как пальцем непосредственно нажимать на кнопки на экране, так и есть специальные стилусы в комплекте, которыми тоже можно воспользоваться. И вообще сколько касаний? Ну, касаний вообще до 10, но там есть дополнительная настройка, то есть изначально человек может приходить только один и работать с белой доской, но если вы включите настройку, то уже два человека смогут работать совместно. Ну, например, какое-нибудь стороннее приложение, если мы его установили, там уже, например, может и не быть этих ограничений по количеству одновременных нажатий. Ялинк предлагает следующие варианты установки. Первое – это напольная, как вы можете увидеть, это такие ноги-балерины. Если кто-то работал с терминалами Huawei, то они, наверное, приметили то, что у Huawei точно такие же ноги. Из настенных, а, да, кстати, эти ноги в комплектацию не идут, они будут приобретаться отдельно. Из настенных креплений то, что в правом верхнем углу данное крепление идет в комплекте, а под ним крепление будет использоваться для стен, типа тонкие и, в секунду, тонные, которые не могут выдержать вес самой телевизионной панели, ну, там, и интерктивной панели, к вопросу, как это называть, там, нитинг-борда, вот, то есть такая, которая занимает всю плоскость стены, да, потому что вес все-таки там большой, то есть один человек уже не может ее поднять, там, порядка 50 килограмм в месяц, 65-дюймовая панель, ее два человека, то есть на высоте груди достаточно тяжело поднять. По себе могу сказать, нелегкая задачка. Да, вот так вот примерно это будет выглядеть. Как вы можете заметить, вообще анонсировано два цвета, это такой темный и белый, но мы точно знаем, что будет поставляться только темный цвет, по белому пока информации, к сожалению, не так много. Немножко дополню, что темный цвет уже поставляется, и мы еще ждем, когда станет доступна белая версия. Причем, помимо цвета самой панели, в принципе, все аксессуары, что ноги, что крепления, что камеры, они тоже будут там либо темного исполнения, либо белого исполнения, чтобы они были все в одном цветовом томе. Хотел также добавить, уже на личном опыте, мы когда перекатывали митинг-борд с первого этажа на шестой, тут у себя вот в офисе, получается очень мобильное решение на ногах, очень удобно. Там даже один человек, мне кажется, может с этим справиться, вполне. Катить-то на колесах, это там не таскать его, поэтому, да, конечно, оно будет легкое. Еще плюсом данных устройств является то, что они подходят для переговорных всех размеров, начиная от небольших переговорных, заканчивая уже такими большими переговорными. Их также можно устанавливать в учебные классы, в открытые пространства, в кабинет директора. На данном слайде вы можете видеть, под названиями переговорных указана комплектация. И, конечно, в зависимости от размера переговорных, комплектация митинг-борда будет немножко меняться. Но, чтобы понять вообще про комплектацию, нам надо выяснить, какие аксессуары совместимы с митинг-бордом. Ну, во-первых, это камеры. USB-камеры, будет две PTZ-камеры, шестикратным и двенадцатикратным зумом. Они прямо так будут называться митинг-борд-камера и 6Х и 12Х. А скажи, они какие-то цифровые, оптические? Что это за камера? Ну, насколько я знаю, это оптические камеры. Ну, как раз и эти камеры. То есть встроены же у них там тоже 4К камеры, но с цифровым зумом. Вот. Если максимально использовать зумирование на этой цифровой камере, то там качество будет, мягко говоря, неудовлетворяющее. Ну, от цифрового зума ты никуда не уйдешь. Там просто увеличиваются пиксели, и картинка становится, мягко говоря, неудовлетворительной. Вот. Для общего плана камеры более чем достаточно. Ее можно как раз вот в этих маленьких переговорных комнат, небольших, либо какие-то визуальные решения. То для средних и больших уже потребуется выбор из двух камер. 6-кратные или 12-кратные КТЗ. Как раз специфичной формы. У нас, по-моему, дальше слайд. Да, у нас слайд, как они подключаются. Да, все верно. Помимо камеры мы можем подключить выносные микрофоны. Выносные микрофоны могут быть как беспроводные, это VCM 36W, или проводные, VCM 35. Также включается дополнительно панель управления CTP 18. И мы тут, кстати, недавно тестировали беспроводную клавиатуру и мышку. В принципе, можно управлять даже беспроводной клавиатурой и мышкой. Это работает. Да, как раз использовали беловский беспроводной комплект, вставили в свободный USB порт самой сенсорной панели, вот этот USB адаптер, да, донбел. И да, без проблем. То есть сразу все заработало. Мышка двигается, клавиатура тоже нажимается. Все без каких-либо ограничений. Контент также проводной WPP 30 и беспроводной VCH, ой, проводной VCH 51 и беспроводной WPP 30. И помимо контента здесь еще поддерживается режим BYOD. То есть вы можете приходить со своим ноутбуком, включать режим BYOD, и вся периферия терминала будет у вас определяться на вашем ноутбуке или компьютере. Дополнительный экран, вы его можете увидеть на слайде под номером 5. Это будет уже не сенсорный экран, просто обычный экран. И планируется его использовать уже для больших переговорных комнат. И выводить туда так называемые говорящие головы. Ну, или контент. Ну, то есть тебе удобнее раскладкой пользоваться какой-то, где у тебя будут говорящие головы, либо контент. Ну, контент, мне кажется, все-таки удобнее выводить на сенсорный экран, чтобы там можно было что-то подчеркивать. Ну, да, ты тут прав. Согласен. Ну, и опять же, что еще бросается в гроза у дополнительного экрана, у него нету там в том числе и встроенной камеры. То есть это не два митинг-борда, соединенных вместе. То есть это все-таки два разных устройства. Забегая вперед, у него и свой порт таймер будет. Там для 65-дюймовой панели и для 86-дюймовой панели. И, наконец, это Windows OPS. Он будет у Geolink называться m-core OPS и подключаться в митинг-борд. Я вижу вопрос у Виталя, есть ли какое-то ограничение на количество микрофонов или панелей. Смотрите, мы подготовили специально табличку, как раз-таки совместимости. Здесь можно посмотреть, какое количество микрофонов можно подключить к... Нет, дополнительный экран не тачскрин. Вот, то есть к митинг-борду можно подключить до двух беспроводных микрофонов и до двух проводных микрофонов. По поводу дополнительный экран тоже тачскрин. По предварительной информации у нас, к сожалению, даташита на него нету, чтобы абсолютно точно ответить. На текущий момент предполагается, что он все-таки не тачскрин, но, возможно, будет обновление. Мы, соответственно, на нашем сайте в карточке товара это отразим. Сенсорный он все-таки или нет. По поводу аксессуаров, что хочу сказать. Да, митинг-борду можно использовать для больших переговорных комнат, но сразу в глаза бросаются ограничения по количеству используемых микрофонов, проводных или беспроводных. Все-таки две штуки, это позволяет нам, наверное, стол сколько? Человек, наверное, на 10-12 максимум. Как ты думаешь? Ну, мне кажется, стол можно двумя микрофонами достаточно длинный покрыть. Ну, происходит, что у тебя на столе постоянно еще какие-то конфеты лежат, либо бутылки, ну, всякое. Ну, 10 человек, мне кажется, точно можно. Если стол больше, то тут уже надо использовать там профильный терминал, например, митинг-кай 800, в котором уже те же самые там, например, проводные микрофоны поддерживаются до 8 штук. И вот там как раз ты стол можешь действительно огромный использовать. Хотим обратить внимание, что здесь нет в списке поддерживаемых устройств USB-шных камер, таких там UC86, UC84. На текущий момент их нет в списке совместимости. Они планируются, ну, в будущем к добавлению. Пока рекомендуется использовать встроенную и вот специализированную камеру с индексом Meeting Board Camp. Я, наверное, еще хотел добавить несколько слов про микрофоны. В принципе, там же есть аналоговые входы, поэтому мы можем использовать и... Хорошо, что вспомнил. Сторонние микрофоны уже ставить на любые столы и в любые переговорные. Потому что, ну, и акустику в том числе стороннюю подсоединить. Да, вот, кстати, как будут подключаться камеры. Там на верхней панели Meeting Board будет съемная панель, ее можно будет открутить, и, как вы видите, там USB, и в этот USB камеры как раз-таки и будут подключаться. Все-таки, какие аксессуары Ялинк рекомендует использовать в зависимости от типа комнат. Ну, для небольших комнат это Meeting Board 65, панель управления CTP 18 и беспроводной контент WPP 30. Ну, так как у нас достаточно много государственных заказчиков, беспроводные решения им не подходят, поэтому можно заменить беспроводной контент на VCR 51 и попробовать уже трансферировать экран ноутбука на Meeting Board. Вперед, скажи, пожалуйста, пока мы на следующий слайд не перешли, а зачем тебе нужна CTP 18-я панель? Ну, не всегда удобно подходить и управлять Meeting Board с экрана. То есть, если вы сидите, и вам надо там кого-то добавить или кого-то, например, исключить из конференции, вам в любом случае придется вставать и идти к устройству. А так вы можете, сидя за столом, все это сделать. А пульта в комплекте нету? С пульта нельзя управлять разными? Пульта в комплекте нету, и с пульта действительно нельзя. Мы пробовали, и он не реагирует на нажатие пульта. То есть, то есть, считают, получается, что все-таки это как интерактивная панель в какой-то степени, и предназначено именно, что люди к нему будут подходить, и так или иначе непосредственно в экран использовать там палец либо стилус для управления. То есть, постоянно нужно будет вставать, ходить. Если это не требуется, или, например, хочется с рабочего, ну, непосредственно с там своего посадочного места управлять устройством, то тогда нужно обязательно сенсорную панель закладывать. Вижу вопрос от Андрея. Miracast AirPlay поддерживается? Да, поддерживается. И Miracast AirPlay сейчас они на текущей прошивке подписаны как бета. Ну, то есть, они, как скажем, не то, чтобы как бы раз бета, то не очень стабильно поддерживаются, скажем так. Мы, по-моему, с тобой проверяли работу Miracast с наших ноутбуков HP-шных, и там, да, действительно периодически пропадало соединение. Для стабильности мы рекомендуем использовать WPP 30. Они, в том числе, работают как с Windows-платформой, так и с платформой Apple. В том числе, по-моему, я в свое время проверял WPP 30, работая даже с последними версиями iPad'ов, у которых есть USB-C интерфейс. Мы переходим к средним переговорным, и, как вы видите, здесь уже появляется оптическая камера с шестикратным зумом, а все остальное остается то же самое. Для больших переговорных, во-первых, уже рекомендуется использовать модели с 86-дюймовым экраном, 12-кратную оптическую камеру, два выносных проводных или беспроводных микрофона и дополнительную, как раз-таки, телевизионную панель, которая будет предварительно называться ETV86. Вот так вот это примерно будет выглядеть. Есть подставки именно для двух экранов, и также есть настенное крепление также для двух экранов. То есть можно, например, взять, как видно, на левом экране, что ты можешь заказать один комплект этих ног, в левом экране, который ты называл, и как раз-таки для двух панелей их в том числе будет достаточно. То есть они достаточно крепкие, и крепеж, который там сзади используется, он там это все выдержит, вес этих двух телевизионных панелей. Вообще теперь переходим к... Выглядит не очень надежно. Ну, честно говоря, мне сложно представить, как можно на стену установить две таких панели, особенно если это гипсокартон. Это там за 100 килограмм. Те же надо... Стоит учитывать, да, что как уязк панели, куда ты это крепишь. Вот. Мы же говорили, что есть специальное крепление, которое для гипсокартонных стен, для устойчивых, такие, с длинными ложементами, да, с длинными ногами вдоль всей стены. Поэтому, конечно, стоит учитывать и готовить при проектировке этого проекта. Вот. С ногами, я так думаю, что, наверное, имелось в виду... С ногами, которые по диагонали стоят. Не уверен. Мы их еще вживую сами, к сожалению, не видели. Мы ждем их появления в ближайшее время. Ну, вживую посмотрим и уже оценим, насколько это надежно, ненадежно. Так, еще тут я смотрю прямо в чате переписка. А есть ли крепление под пол-потолок? К сожалению, таких креплений нет. В аксессуарах E-Link. Через сторонний вес, я думаю, это спокойно можно реализовать. По поводу сторонних приложений мы еще расскажем. Дальше у нас будут слайды. Какая операционная система? Константин, мы рассказывали, какая операционная система. Насколько я знаю, вы можете посмотреть презентацию параллельно. Там на первых слайдах это и есть. Давайте все-таки перейдем к доступным платформам для видеосвязи, какие есть на митинг-борде. Первым делом, когда вы первый раз включите данное устройство, вы увидите вот примерно такой экран, где вы сможете выбрать ту платформу, которую будете использовать. Это может быть Teams, это может быть Zoom, это может быть BVOD-режим и, конечно, режим, который работает по протоколам SIP и HT2.3. Тут основной нюанс заключается в том, вот так вот это примерно выглядит в веб-интерфейсе, и чтобы переключиться между платформой SIP-H3.2.3, например, на платформу Teams, вам, к сожалению, придется сбрасывать митинг-борд на заводские настройки. Вот, по-другому пока переключение не работает. Ну, например, если ты переключаешься с SIP-H3.2.3 на BVOD-режим, то сброса никак не требуется, это делается буквально секунд за 15, как будто просто сменяется профиль. Вот то, что в верхней части вы видите вкладки UC Provider, между этими платформами мы можем быстро переключаться. Мы использовали у себя для проверки учетку, в течение даже не учетку, как бы сказать, платформу YMS. Мы сами пользуемся у себя в компании E-Link Meeting Server. Это программный сервер видеоконференц-связи. В этом профиле мы можем использовать, там будет специальная кнопка YMS, чтобы звонить в рамках YMS, либо есть кнопка «Звонить по SIP-H3.2.3». И в том числе на веб-интерфейсе, как и в любом другом терминале E-Link, вы можете зарегистрировать митинг-борд как по SIP-аккаунту, по H3.2.3 аккаунту, либо просто звонить по IP-адресам. Если вам не нужны лишние вот эти платформы, их можно галочкой, как раз здесь есть в Visibility on Screen, вытащить, чтобы платформа сама, точнее, чтобы митинг-борд не предлагал к выбору данной платформы и оставить только нужные, например, YMS и Device Mode. Также через веб-интерфейс администратор комнаты может переключать, какая платформа сейчас будет использоваться. А для того, чтобы действительно с YMS перейти на Microsoft Teams, нужно будет сбросить и заново выполнить настройку. Но, опять же, в Teams тоже будет либо Teams, и Device Mode доступен к выбору и использованию платформы. Вопрос. У него уже Артур ответил. У него уже Артур ответил, да. Давайте перейдем все-таки к приложениям. Мы достаточно много приложений пытались установить, и, в принципе, все они работали. На слайде вы можете посмотреть, какие приложения мы установили. Например, вот когда мы использовали платформу C-Posh 2.3, мы попытались установить туда приложение Teams. Оно хоть и ругалось на то, что отсутствуют Google-сервисы, но оно на самом деле все равно работало, и можно было в Teams спокойно звонить. Также мы, конечно, установили самую важную игру, это Angry Birds. Не игру, приложение. Необходимо для работы. Вы идете поправлю. Да, я хочу сказать то, что работает все очень плавно, и ресурсы Meeting Bar, да, ну, позволяют работать. Также... Вебинар... Нет, вебинар не пробовали установить. Я еще хотел добавить то, что есть уже встроенное приложение Office, и вы, в принципе, можете в этом приложении открывать какие-то документы и с этими документами на сенсорной панели работать. Там необходимо авторизоваться, насколько я помню, чтобы можно было открывать документы из интернета, из облака, получать доступ к своим файлам. В том числе можно... Белую доску у нас, по-моему, дальше еще слайд будет. И как раз вот этот слайд – это картинка с веб-интерфейса. То есть с веб-интерфейса APK FL загрузить очень удобно. Он же и загружается, и сразу устанавливается на Meeting Board. И хотел обратить внимание, что абсолютно все приложения мы проверить не можем, и вендор не может гарантировать их работу. Тем более тех приложений, которые требуют Google сервисов. Да, у нас там Teams, ругаясь, но все равно совершал звонки и доступ к камере, к микрофону, динамику получал. Но там нет гарантии, что какое-то другое приложение, другой софтфон будет работать. Стоит это учитывать. Вот. Когда мы открыли, помимо 10-го Android, который там есть, там, по-моему, используется процессор, ты не помнишь, Qualcomm 845? Ой, точнее, 745. 845. Вот. Список протестированных приложений вы можете увидеть на экране. Мы других приложений не пробовали устанавливать. Можем проверить как раз-таки, когда... На дне открытых дверей. То есть у нас здесь как раз-таки есть одна сенсорная панель, мы ее можем гнать и фосты в гриву, различные приложения. Там вопрос, будет ли Android обновляться. Ну, по опыту, например, с теми же митинг-бордами, ой, митинг-айами, там Android обновляется. Да, и с теми же телефонами. У нас же телефоны, которые настольные в офисные, сиповые, они в том числе периодически получают обновления не только в рамках одного, скажем так, одной версии Android, но также и переходят на следующей версии. Поэтому предположительно, да, Android будет обновляться. Ну, каких-то сроков мы назвать, понятное дело, не сможем. У камеры есть функции интеллектуальные, да, это стандартное автокадрирование, когда камера будет наводиться непосредственно на лица, а ненужную информацию, там, пустой стол, транслировать не будет. И наведение на говорящего, картинка в картинке, будет показываться общий план в маленькой картинке, и говорящий человек уже крупно. Мультифокусное кадрирование, то есть люди будут отдельно разбиваться на квадратике. И умная галерея, которая будет работать только в приложении Zoom. Мы так понимаем, что это какой-то умный, умная раскладка, и там будет транслироваться и общий план, и люди по отдельности. Мы, к сожалению, это протестировать не смогли. Это, видимо, какая-то функция именно самого Zoom, которая вот эта умная раскладка. У себя мы проверяли первые четыре, они отрабатывают достаточно быстро. Интерес вызвала функция мультифокусное кадрирование, когда вместо того, чтобы четыре человека просто отображать их, кадр формируется чисто их лист, как будто это четыре. Люди сидят как за рабочим столом, на рабочем месте. То есть остальное помещение не видно, только чисто их лицо, да, голова, да, весь экран. Из трех человек это формируется, четырех, пять, я не помню. Было у нас при тестировании пять человек. Три я видел, два я видел, четыре я видел. Ну, там есть какое-то ограничение по количеству, да, наверное, максимально определяемых голов лиц. Так, давай посмотрим, вопрос есть. Есть ли двое говорящих в разных частях сала? Как наведется камера на кого из двух? Ну, тут важно понять, какой вам режим работы камеры интересует, потому что в каждом будет по-разному это отображаться. Борис Александр спрашивает на говорящего. Не очень понимаю. Я думаю, все-таки речь идет про наведение на говорящего. Про наведение на говорящего, то будет переключаться с лица с одного на другого. Одновременно двух говорящих показываться не будет. Говорящий всегда один. Андрей Мирошниченко. Кроме, наверное, самой, кроме раскладки, остальные работают на всех платформах. А, наверное, умный имелось в виду. В BWD-режиме также. Да, в BWD-режиме доступны, ну, фактически пять раскладок. Мы просто не учитывали раскладку вручное управление, когда мы вручную камеру управляем. Поэтому все пять раскладок будут доступны и в BWD-режиме. Собственно, также реализованы на терминалах e-Link. То есть какие у тебя раскладки есть в терминале, ты же их получаешь, не раскладки, а функции управления камерой. По поводу белой доски. Очень интересная белая доска. Тут, наверное, ее можно разделить даже на две. Первая – это белая доска, которая работает непосредственно с платформой Microsoft. Там очень много функций. И словами это сложно передать. Тут, наверное, лучшим способом понять, как это работает, это будет прийти к нам и посмотреть. Либо это можно еще сделать в самом приложении Teams. Насколько я знаю, с клавой мыши вы тоже можете в собрании управлять белой доской. И там и стикеры, и графики, схемы. Очень удобно. Все сидят, могут одновременно работать. И очень богатый инструментарий в самом Teams. В этом плане они очень молодцы, хорошо проработали. И также 4К встроенная белая доска. Притом стоит учитывать, что данная белая доска, она будет работать только локально. То есть в конференцию вы ее отправлять не сможете. Я прошу тебя добавить. Наверное, уже имеешь в виду, когда мы не говорим уже не про Teams, а про в этом, в режиме YMS, когда мы про классические системы VKS используем. Да, это не про Teams, а уже просто отдельная, скажем, белая доска встроенная. Там очень много тоже функций. Вы можете, например, включить функцию, которая будет дорисовывать за вами фигуры. То есть вы там нарисовали кружок пальцем, ну, естественно, у вас он кривовато получился. И эта белая доска автоматически сделает для вас полноценный ровный круг. Также там можно устроить таблицы, очень удобно. Можно расширять объекты, которые вы нарисовали. Делать какие-то пометки, все это ластиком стирать. Очень много вариантов. То есть можно использовать карандаш, можно ручку использовать, маркер, разную толщину линий. Также, как я сказал, можно либо использовать палец, можно использовать стилус. На самом деле можно использовать все, что угодно. Мы чем только там не рисовали, все это работает. Главное, экран. Использовать то, что не поцарапает экран, да? Потому что стука не дешевая. И тут вот есть вопрос. В частности, про него давай и ответим. Файлы можно сохранять. Именно свое, скажем так, то, что ты нарисовал на белой доске. Там можно фон менять, можно отрисовывать линии. Ну, как бы сетку, да? Чтобы тебе было удобнее отрисовывать. На самом деле, ты можешь вспомнить, мы тогда рисовали и обсуждали, как там обновить демонстрационный зал. И достаточно удобно. То есть ты рисуешь план, рядом можно делать пометки сразу разными цветами, что и где будет находиться, и какие-то комментарии. И сеткой это очень удобно как раз как-то рисовывать. Можно сохранять локально, можно потом подсоединить флешку, и с флешки, соответственно, на флешку перенести и пойти куда-то дальше. Можно создать QR-код. И просканировав QR-код с смартфона, его скачать непосредственно на свой смартфон. Без вот этого переноса, без использования флешки. А также, помимо белой доски, можно делать аннотации поверх контента. То есть либо мы открыли какой-то файл, картинку, аксель-отчет. И то же самое там пальцем, стилусом. Можно рисовать. Уже, правда, без, скажем так, без стикеров, без каких-то там нарисований. Просто либо как лазером, который пропадает со временем, либо просто ручкой рисовать, выделять какие-то моменты. И также можно потом это все сохранять. Ну, сохранять и просто прийти, открыть этот файл, и он будет доступен тоже к изменениям, скажем так, к редактированию. Так, давай посмотрим. Может, есть вопросы. Панель инструментов можно сбоку сделать? Насколько я помню, кажется, нельзя. Нет, ее можно только спрятать, и она появляется только в нижней части экрана. Есть встроенное подавление эхо и реверберации. Тут, на самом деле, Елинк подготовили замечательное видео. Там человек начинает играть на гитаре, и они выключают подавление эхо. И, конечно же, эту гитару очень хорошо слышно в конференции. После включения подавления эхо гитара просто исчезает. И, честно говоря, ну, работает действительно, судя по видео, очень хорошо. Но мы это дело не успели, к сожалению, протестировать. Да, у нас нет музыканта такого. У нас нет ни гитары, ни музыкантов, ни певцов, которые бы так здорово успели. Да, на самом деле, там видео подготовлено, даже вызывает некие сомнения, что такое может быть. Но верим. На самом деле, мы проверяли их в работе при общении. На самом деле, микрофоны там очень хорошо работают. в помещении. То есть, человека слышно реально отлично. И закончим мы, наверное, про митинг-борд сравнением с конкурентами. Основные конкуренты – это, конечно, Huawei Idea Hub и Cisco Board. Я, пожалуй, тут… Вы табличку можете изучить, там я выделил примерные отличия, но в целом устройства очень похожи друг на друга. Я все-таки выделю основные критические отличия. Ну, во-первых, Ялинк доступен на рынке, и с рынка он уходить не собирается. Huawei и Cisco все-таки там есть сложности. Второе основное отличие – это то, что митинг-борд поддерживает три платформы видеосвязи – Zoom, Teams и SIP и H3.2.3. Все другие поддерживают только что-то одно – SIP или H3.2.3. Вот, это ключевые отличия. Также вы можете заметить то, что мы добавили сюда ITC, интерактивную панель, но это, наверное, не совсем правильные сравнения, потому что ITC – это все-таки просто интерактивная панель, а митинг-борд – это видеотерминал с интерактивной панелью. Вот. Также из интересного у митинг-борда есть NFC. Мы на самом деле еще думаем, как это можно применить. Вот, если у вас есть идеи, поделитесь. Я думаю, это все-таки будущая какая-то функция, которая реализуется где-то в будущем. Ялинг такой бывает, что они, какой-то функционал, то есть уже есть в устройстве, но там реализуются не сразу, а там через какое-то время. И да, действительно, то есть мы решение митинг-борд видим в качестве наших там конкурентов не какие-то интерактивные панели с функцией белой доски, а все-таки при наличии камеры, микрофона, динамика, ну и самого экрана, это все-таки терминал ВКС, который можно использовать для различных сценариев, как индивидуальный, как такой, как переносная, перевозимая ВКС-точка, для обострения, для больших переговорных комнат. И связано вот как раз-таки с этим нежеланием сравнивать их с интерактивными панелями, возникает вопрос, как его, ну то, что мы вначале говорили, как, соответственно, эти устройства называть корректно. Я смотрю краем глаза, что здесь прям тоже активная переписка идет. Давай посмотрим. Дмитрий пишет, то есть с отечественными решениями режим белой доски в конференции использовать нельзя. Терминал в качестве просто H3237 терминала, есть какой-то смысл использоваться, безобразно другие модели выиграть. Давай на первый вопрос ответим. Режим белой доски в конференциях использовать нельзя. Белая доска – это для локального использования, когда люди приходят в переговорную комнату и обсуждают какое-то решение, какой-то документ, да, и сами это смотрят и обсуждают. По крайней мере, это сделано на текущий момент, мы очень надеемся, что это и в будущем. В будущем Geolink реализует, что это будет работать и в конференции. В конференции можно во время общения подать контент и просто поверх этого контента делать аннотации, причем, ну, как бы, подойдя и рисуя на самой панели. Я бы хотел здесь еще добавить, если вы все-таки хотите использовать белую доску именно в конференции, то используйте Geolink Meeting Server, там такая возможность есть. нет, на Geolink Meeting сервере нету белой доски. Ну, как же это... Это тебе нужно подать при помощи WP30. Нет, ну там же этот совместный контент называется сервис. Это когда сервис collaboration? Да. Опять же, это на классических терминалах тебе нужно запустить на WP30, либо на WP20. Например, через WC51 ты не можешь это запустить. В самой программе это требуется. Это, скорее всего, будет работать с облачным, потому что с облачным, там, скажем так, он более продвинутое решение. Вот. Поэтому либо просто тебе в качестве контента подавать реально белый экран, то есть, ну, в ноутбуке самому открываешь какое-то белое полотно и уже поверх него там рисуешь. Но мы надеемся, что Geolink будет развивать дальше, то есть, это только запуск их нового решения и что он будет становиться все лучше и лучше. Так. Давай посмотрим дальше. Пришел, опротить, провел. Было бы круто вызывать в аренду помещение. Да. Тем более, я думаю, кстати, если мы вернемся к вопросу к белой доске, возможно, у каких-нибудь сторонних российских решений, да, которые ты можешь программный клиент установить. Возможно, ну, наподобие Teams, да, про который мы с тобой говорили, Microsoft Teams Room. Возможно, там уже есть функция белой доски и ты уже сможешь в рамках конференции ну, как бы пользоваться, да. Тут уже вопрос не к митинг-барду, а самой программы, которую ты установишь и к самой звонилке как по факту. Так. Андрей спрашивает. При подключении внешних микрофонов динамиков встроенные перестают работать? Да, то есть, как и в остальных терминалах E-Link, ты не можешь пользоваться одновременно различными типами устройств. Это касается микрофона и динамика. Надо будет выбрать, чем ты будешь пользоваться. Внутренние микрофоны при использовании внешних, скорее всего, будут отрабатывать только для наведения камеры на говорящего. Как это работает в тех же самых митингах 400-х, 600-х и митинг в городах? Константин Мельников может NFC для авторизации? Пока мы пробовали с ним как-то взаимодействовать, он на наши телефоны с включенным NFC никак не реагировал. Как я и говорил ранее, скорее всего, это что-то для будущих каких-то доработок, разработок. Пока его задействовать никак не получилось. Раис пишет, хорошо бы на сайте выложить кейсы с возможными нестандартными подключениями, которые вы протестировали и работают. Наверное, на нашем сайте у нас это не получится выложить по причине того, что у нас сайт сделан в виде каталога и такой возможности у нас нет. Возможно, получится выложить на наш тот же самый YouTube в виде короткого ролика, либо у нас в работе есть создание Вики, где, возможно, у нас получится там это реализовать. Возьмем на заметку, обязательно проработаем этот вопрос. Если вопросов по митинг-борд больше нет, тогда мы переходим ко второй модели. Тут я слово передаю Юре. У нас же две темы для разговора митинг-борд и десквижн. Если митинг-борд это решение для все-таки какого-то группового использования, для использования в переговорных комнатах, то также E-Link сделал и решение индивидуальное, для индивидуальных рабочих мест. Назвал он его E-Link DiscVision A24. Как можно понять по названию DiscVision A24, где цифра 24, этот экран у него 24 дюйма. Если прям сильно углубляться, то 24 дюйма это примерно, на самом деле 23,8. Разрешение экрана Full HD, не 4К, хотя при этом например, разрешение самой камеры цифровой, которая у него есть в комплекте, она уже 4К. Опять же, в конференциях для идеального рабочего места мы считаем, что Full HD более чем достаточное, что 4К избыточно. Хотя кто-то наверное скажет, что Full HD уже не то чтобы очень там свежо, уже там и мониторы зачастую 4К, но по нашему мнению, когда вот мы пользовались и смотрели, какого-то дискомфорта не вызывает. по-моему камеры, на слайде вы здесь видите, что она выдвинута, сама камера она моторизированная, она прячется сзади экрана и по нажатию на кнопки либо при входящем звонке она по моторчику оттуда выезжает, ну и таким образом добивается безопасности, то есть шторка не нужна, просто сама камера уезжает и снимает, даже если она и будет снимать, то только заднюю часть самого экрана. Есть встроенные микрофоны, причем шумоподавление, по поводу микрофона мы проверяли его в кабинете скажем так аля в кабинете руководителя, если не в open space, то встроенных микрофон и динамика отлично захватывает человека, который не сидит вплотную к нему, а спокойно развалившись на своем кресле отчетливо, громко его слышно, даже если он как-то ну не громко бугнет. Встроенных динамика, то есть их два, каждая по 3 ватта, тоже можно прийти посмотреть в демонстрационном зале у нас, они достаточно громкие для просмотра каких-то видеороликов, для просмотра, для прослушивания музыки и для общения по видеоконференциям тоже более чем достаточно. Для дополнительных устройств там есть Bluetooth Wi-Fi из интересного такого даже несколько уникального у него есть беспроводная зарядка на нижней панели, потом чуть подробнее покажем, для зарядки беспроводным способом смартфонов, часов, которые эту функцию поддерживают. И, например, можно на нижнем слайде это по поводу какого подключения. Вообще-то само устройство необходимо запитать от сети 220 вольт и в том числе подать ему интернет, потому что это самостоятельное устройство в плане того, что у него есть веб-интерфейс, то же самое, как и у Meeting Bar, где можно выставить ему настройки, например, настроить там яркость, чувствительность экрана, режимы работы, выполнить обновления. Для подключения к компьютеру можно воспользоваться двумя способами. Можно по одному кабелю USB-C и USB-C подсоединить. Если на ноутбуке USB-C кабеля нет, то тогда потребуется подключить два кабеля HDMI и USB-C с перехоньком на USB-A. Ну и таким образом через HDMI у нас будет передаваться изображение, а по USB это будет сенсорное управление. Сам терминал как скажем не терминал сам DeskVision по умолчанию имеет работу с SIP H3 сам работает с Microsoft Teams у него там предустановлен специальный программный клиент через который авторизуясь можно в том числе там полноценно участвовать в конференции. Будет работать камера, микрофон, динамик, в том числе будет доступно функционал вайтборда белой доски и подача контента подключенного ноутбука. Либо он может работать просто как второй экран в BWD режиме, причем как сенсорный второй экран. И там уже ноутбуки можно настроить. Он будет дублировать изображение, это будет второй экран. Пожалуйста, ты это настраиваешь себе индивидуально. переход с одного режима на другой происходит нажатием кнопки. Там есть специально для этого кнопка смена экрана, смена видео входа встроенной либо внешней. По поводу давайте посмотрим на вопросы. Он складывается, как можете заметить, он состоит из двух частей, это нижняя основная подставка, она очень тяжелая, и верхняя часть самого экрана. И его можно практически горизонтально, он там складывается наверное в градусах 20. То есть если прямо в самый низ опустить, по-моему у нас будет на следующих слайдах пример, как его можно сложить, если память не изменяет. Абсолютно ровно его не получится, сложить все-таки будет небольшой угол иметь. Скажи, пожалуйста, переключение насколько быстро происходит, бесшовное или есть задержка? Переключение не бесшовное, то есть есть задержка, но она где-то наверное по ощущениям секунду занимает, но оно не бесшовное. По поводу комплектации, помимо самого Desquision, я еще хотел здесь сказать, что в отличие от Meeting Bar, где есть серого такого металлического цвета, скажем вот так, металлик, и белого Desquision есть только белого цвета, то есть мы не слышали от Ялинка, что будет какая-то темная версия, возможно она появится, точно не знаю, но пока такой информации нету. И в комплекте у нас что, есть адаптер питания, USB-C кабель с переходником на USB-A, кабельные стяжки и Ethernet кабель, в принципе такой минимальный набор, что потребуется, HDMI кабель придется найти при необходимости у себя либо приобрести его. И краткое руководство такого, скажем так, оно сильно отличается от того, что было ранее, да, здесь такое, как NINVATMAN, то есть больше, чем A4, наверное, A3 формата, инструкция графическая, как его доставать, как его использовать, ввиду своего исполнения, доставать его нужно аккуратно, не сломать, в том числе про Meeting Board, там даже есть целая видеоинструкция с корокодом, как его нужно доставать, как минимум двумя человеками его нужно доставать. На подставке там спрашивают, как раз-таки, да, беспроводная зарядка, Юра про это уже рассказала. Да, здесь вот крупным планом видно, камера у нас выдвигается, она имеет небольшой наклон, также в самой камере встроен тоже микрофон, который работает в качестве подавления эха и там обратной связи, чтобы люди сами себя там не слышали и лишние звуки, чтобы не попадали в конференцию. По поводу нижней подставки, здесь хорошо видно, что есть слева направо пройдемся, это кнопки смены экрана, насколько я помню, это физические кнопки, они, по-моему, нажимаются. Нет, это собственные кнопки, сенсорные у нас на митинг-борде, здесь, по-моему, все-таки это физические кнопки, да, они прям, чтобы их нажать, нужно, ну, скажем так, щелкнуть ими, прости их поражать, потом идут кнопки управления громкостью и выключения микрофона, включения-выключения, кнопка включения-выключения камеры, например, когда мы в Biod-режиме, то есть у нас идет изображение с подключенного ноутбука, нажимая на камеру, камера выдвигается вверх и начинает работать, если нам камера не нужна, нажимаем еще раз кнопку и она выключается, правая кнопка это кнопка запуска приложения Teams, если оно есть на компьютере, то оно просыпается, и в середине, там, где, скажем так, бирюзовым цветом выделена область нахождения динамиков, там же есть и область для беспроводной зарядки, опять же, смартфоны, часы, причем, насколько я помню, мы проверяли, там используется быстрая беспроводная зарядка, к сожалению, саму технологию, я вам не подскажу, какая там версия используется самой этой беспроводной зарядки, но вот Samsung и iPhone, они, по-моему, быстро заряжены, вот iPhone не уверен, точно не смотрели, но вот у нас у коллеги был Samsung, у него прям вот он показывал, что быстрая беспроводная зарядка используется. Андрей Миршниченко пишет, камера 4К, разрешение экрана Full HD. Да, все верно, именно так. Давайте посмотрим про интерфейсы. Я предлагаю начать с нижней, так скажем, середины слайда, ну да, со средней картинки, мы тут видим разъем для питания панели, есть интернет, разъем, чтобы мы могли управлять, скажем так, самим экраном, и есть вот HDMI-in и PC, это интерфейсы для подключения своего персонального компьютера. Если там слот есть, чтобы его никуда не несли, это может быть для каких-то open space, либо, ну, open space нет, наверное, больше для коворкингов, да, либо если где-то не до его в кубличном месте это используется. USB, это больше для, наверное, подключения каких-то аксессуаров, и есть вот будущее, что будет использоваться, это для подключения индикатора присутствия. Есть у Ялинка в портфеле для Microsoft Teams уже такие специальные устройства, которые через трехс-пиллиметровый разъем подключаются к монитору компьютера и показывают в Teams там красным занятый, там фиолетовым занятый, зеленый, свободен или нет. Для open space интересно. С левой части есть интерфейсы для подключения именно какой-то дополнительной проводной периферии. Например, когда у нас Wondis Vision может как USB-концентратор в какой-то степени для компьютера использоваться, то есть мы компьютеру подключаем по USB-C интерфейсу, а, например, комплект беспроводной клоу-мыши мы можем подсоединить на верхней картинке слева и Disk Vision будет пробрасывать вот этот комплект беспроводной клоу-мыши до компьютера. Или, например, можно подсоединить беспроводные гарнитуры. Например, если человек хочет не через громкую связь, а через гарнитуру общаться, тоже может не в свой компьютер, скажем так, экономить разъемы на своем ноутбуке. потому что сейчас тенденция такая, что на ноутбуках их делают все меньше, и даже уже USB-A интерфейса нет на ноутбуках, то есть только USB-C интерфейс, и чтобы еще какие-то USB-концентраторы не ставить, то есть использовать Disk Vision в качестве USB-концентратора. Так, Дмитрий Матюшин спрашивает, Disk Vision работает тоже под управлением операционной системы Android? Упражнение можно устанавливать? Отличный вопрос. Disk Vision тоже работает под операционной системы Android, но туда устанавливать стороннего ничего нельзя. Либо у него Microsoft Teams, и мы ожидаем, что к концу года выйдет версия, где будет классический SIP-HT23, вместо Teams, а все, что вы можете установить, это на подключенный компьютер. В Disk Vision ничего устанавливать нельзя, такого функционала нет. Есть еще вопрос, есть Wi-Fi 2.4 и 5 Гц. Ух. Наверное, сейчас попробуем смыть. Сейчас я поищу. Скорее всего, да, есть, но, опять же, для проведения ВКС все-таки мы рекомендуем использовать не Wi-Fi, а проводное соединение, скажем так, для надежности, чтобы было меньше каких-то точек, да, к которым могут возникать вопросы. подключить. Ирина, ты говорил про аксессуары, а можно какие-то аксессуары, такие как микрофоны, динамики, именно ялинковские, подключить? В отличие в отличие от митинг-барда, у которого есть, там, да, мы показывали целую табличку аксессуаров, которые к нему можно подсоединить, дополнительные аксессуары, там, как микрофоны, камеры, спикерфоны, к сожалению, подключить нельзя. Ну, наверное, спикерфон мы можем подсоединить, но, опять же, мы его будем подключать фактически к компьютеру, потому что DeskVision у нас работает как USB-концентратор. Поэтому нет, то есть это законченное решение без возможности его расширения, ну, каким-нибудь аксессуаром ялинка. Наверное, я бы еще хотел рассказать про подключение и использование его с компьютером в виде второго экрана, а не как самостоятельное для Тимса. Откровенно, Тимс, наверное, в наших условиях не очень интересен. В наших реалиях заявлена поддержка питания Power Delivery до 45 Вт. Тут стоит быть осторожным, к сожалению, нету списка поддерживаемых моделей компьютеров, которые могут заряжаться. То есть, на самом деле, достаточно удобно, что это вообще нам позволяет. В идеале, нам это позволяет одним кабелем, то есть мы USB-C кабелем подключаем компьютер к DeskVision и помимо того, что мы передаем изображение доступа микрофона динамику, мы также параллельно можем и заряжать сам компьютер. То есть, нас опять же мы экономим на кабелях, что у нас меньше кабелей на рабочем месте, что фактически нам нужно, что 220 для DeskVision, сеть для DeskVision, по USB-C кабелем мы подключаем компьютер, он у нас заряжается, работает, ну, можем ему интернет подать проводной, либо также по Wi-Fi он может подсоединиться. Собственно, и все, система продолжает работать. Но опять же, надо смотреть по моделям ноутбука, поддерживают ли они такие питания, поддерживают ли ноутбук через USB-C питание. Также тут, наверное, важный момент, что не все USB-C интерфейсы видео могут передавать, как оказывается, тут тоже могут быть нюансы. И нужно проверять, поддерживает ли ваш конкретный ноутбук, который предполагается использовать в передаче видео о USB-C. В противном случае придется использовать два кабеля HDMI и USB-A. Андрей спрашивает, в итоге это устройство само может позвонить только в среде Teams. Ну, само, да, на данный момент только в Teams. как говорил Юра, к концу года мы ожидаем то, что еще добавится возможность звонить по CIP H323. Да, без компьютера мы сейчас можем звонить только в Teams. Ну, соответственно, там нужно учетку прописать свои, да, для того, чтобы звонить. По поводу Teams, да, то есть, если мы используем встроенную программный клиент Microsoft Teams Rooms, то есть, мы там видим, то есть, это инструмент полный, вообще, насколько Teams позволяет. мы видим там события, в которые мы приглашены, и по нажатию на кнопки мы можем присоединяться быстро в эти конференции. Есть история вызеров, номеронабиратель, либо в избранные контакты мы можем позвонить. ну, картаной мы не можем воспользоваться, в нашем регионе она недоступна, но опять же, календарь, что-то просмотреть, какие у тебя ближайшие дни мероприятия, чатиться можно со своими коллегами, и в том числе доступен функционал белой доски, как во время конференции, либо можно подключиться к какой-то уже бывшей конференции, и там либо продолжить редактирование какого-то документа, либо просто начать его заново и там тоже воспользоваться встроенным функционалом белой доски в Microsoft Teams Room. Дмитрий спрашивает, камера DeskVision может использоваться в качестве USB-камеры подключенного ПК? Да, конечно, помимо USB-камеры также будут доступны и встроенные микрофоны, и встроенный динамик в режиме BYOD. Ну и по поводу сферы применения, все-таки это как индивидуальное решение, то есть для одного человека, и в компании могут быть как, например, какие-то индивидуальные переговорные, закрытые, чтобы человек мог спокойно переговорить своими важными вопросами, чтобы его никто не отвлекал, не мог подслушать, чтобы ему было комфортно. Можно использовать на рабочих местах, опять же, либо в личных кабинетах, в open space. Для open space мы рекомендуем закладывать все-таки индивидуальные гарнитуры, потому что микрофоны, скорее всего, если люди будут сидеть близко друг к другу, либо очень сильно шумно, возможно, будут захватывать, ну и, наверное, будет мешать коллегам, если будет использоваться встроенный динамик disk vision, и все вокруг будут слышать то, о чем вы говорите. Тут уже скорее всего надо будет задуматься в подключении каких-то дополнительных гарнитур. Опять же, у Ялинка есть богатая линейка гарнитур, моноуральные, бинауральные, на любой вкус и цвет, на любой ценовой диапазон. Для домашнего использования, например, если человек работает из дома, пожалуйста, как второй монитор может использовать, даже можно не для работы, а чисто как второй экран. для секретарей, чтобы им как-то либо туда выводить какую-то информацию о переговорных комнат, о занятости руководителей. Тоже сфера применения на самом деле огромная, как можно придумать его использовать. Наверное, даже вы можете там тоже предложить в нашем чате, как вы думаете, как его можно использовать помимо этих четырех сценариев. Ну и каких конкурентов мы видим? На самом деле конкурентов, наверное, не так уж и много. Мы нашли в качестве конкурента это решение на базе ЦИСКа, те же самые DX80. Часто нас спрашивали замену на конкретную эту модель, и сейчас мы уже готовы к ней предложить, если, например, не требуется встроенная поддержка CIPH323. К сожалению, вот этот пункт злочастный, который мы пока не можем обойти, но если клиент готов использовать программный клиент на компьютере для этого, то, пожалуйста, это является полноценной заменой, либо надо подождать конца года. Ну а текущий, что прям актуально является, это еще и ЦИСК Деск Про. Все они на самом деле более-менее похожи друг на друга, где-то есть еще дополнительные line-in и line-out интерфейсы у нас этого нету для подключения сторонних каких-то микрофонов и динамиках. Видео-выхода на DeskVision нету, то есть только входные видео интерфейсы. Наверное, есть у тебя что еще добавить, Кирилл? Я вижу, что Андрей спрашивает, без проводов BWD-режима в этой модели нет. Да, совершенно верно, это только проводной BWD-режим. Это все связано с тем, что DeskVision не поддерживает никакие дополнительные проводные и беспроводные аксессуары со стороны Ялинка. Не WPP-30, не WC-51, не микрофоны. Опять же, это готовое, законченное решение из коробки. Мне на самом деле добавить нечего, ты очень подробно все рассказал, поэтому мы на этом сам вебинар заканчиваем. Если у вас есть какие-то вопросы, мы еще находимся тут. И, как я говорил, в начале вебинара у нас будет небольшой опросник, мы его сейчас запустим и попросим вас там выбрать подходящий вариант с вашей точки зрения. По идее, вы уже этот опросник должны видеть на своих экранах. Мы еще здесь, просим вас проголосовать параллельно. Мы еще подождем, я думаю, минут 5 до 10 минут. Если есть у вас какие-то вопросы, задавайте, мы на них с Кириллом ответим. Наверное, опять же, пока люди голосуют, я предлагаю еще раз повторить. У нас планируется серия дней открытых дверей в Москве по адресу нахождения компании Epimatico, где у нас демонстрационный зал, где вы можете вживую посмотреть и на DeskVision, и на Meeting World. Помимо того, чтобы посмотреть их, пощупать, можно какие-то свои сценарии, проверить, как люди писали, будет ли работать с другом, фон, еще там с чем-то. По-моему, я видел еще вопрос, пробовали мы использовать вебинар. Если вы придете с какими-то подготовленными программами, условно, там, АПК-файл, чтобы мы не тратили время на то, чтобы, скажем так, найти нужную версию, то, пожалуйста, мы только за такой интерактив. записаться можете через наш сайт, заполнив форму, и будем вас ждать. Как раз мы с Кириллом и будем эти дни открытые двери проводить. Раис спрашивает, а пуши работают на дисплеях? Можете поподробнее? Имеется в виду пуши с приложений, которые мы можем установить туда? Вы это имеете в виду? Какие-то всплывающие окна, события, там, если входящий звонок идет, а приложение закрытые. Что касается Meeting Board, когда он работает с Microsoft Teams Room, там прямо на весь экран, как в классическом терминале, идет уведомление о входящем звонке. Если мы говорим о Teams, который мы установили в качестве стороннего клиента, то такой сценарий мы, к сожалению, не проверяли. Каждый раз, когда мы запускали приложение, то есть открывали, чтобы оно у нас было на весь экран, там каждый раз выскакивает уведомление о том, что не хватает Google сервисов, его каждый раз приходилось закрывать. К сожалению, не можем сейчас вам точно дать ответ, как это выглядит. Коллеги, спасибо вам, присутствовали, что задавали вопрос. Нам лично с Кириллом было интересно, скажем так, вместе с вами поучаствовать в этом вебинаре. благодарим тех, кто проголосовал. Я, в принципе, вижу, что большинство проголосовал за первый вариант. Мы заканчиваем. Будем заканчивать, коллеги. Спасибо, что пришли. Всех были рады видеть. Очень интересные у вас сегодня вопросы. Еще раз ждем вас всех в нашем московском демозале, кому интересно посмотреть на это оборудование вживую. Хорошего вам дня, хорошей работы. До свидания. До свидания.